Всем привет, меня зовут КС. В этом видео я расскажу о том, как можно получить любой символ из доступных для вашей системы и выбранных шрифтов. Всего символов больше 65 тысяч, поэтому выводить все мы не будем, но создадим программу, в которой мы увидим необходимое число символов. Первоначально мы создадим программу, которая будет выводить 100 символов. Для этого поместим на форму текстовое поле и кнопку. Текст на кнопке мы изменим на OK. В свойствах текстового поля мы делаем следующее изменение. Ими изменяем на TXT. Multiline ставим True, а также ScrollBars ставим оба. В коде мы записываем следующее. Мы создаем новую переменную типа char, символ, и приравниваем его определенному значению, которое задается следующим образом. Эта функция возвращает знак, связанный с указанным кодом знака. А в скобочках у нас число, которое из себя представляет 16-ти ричное число. Первая его половина означает то, что это 16-ти ричное число, а вторая его часть это сама цифра. Теперь в текстовое поле мы выведем этот знак. Запускаем. Итак, нажимая OK, мы введем знак квадратного корня. Это и есть тот символ, который мы выбрали. Для того, чтобы увидеть сразу несколько символов, мы будем их выводить по порядку. Для этого мы сделаем следующее. Введем еще одну переменную, которая будет представлять число в 16-ти ричной форме. Дальше мы записываем цикл. Символы с 33 по 126. Эти числа мы выбрали, потому что они у нас расположены на клавиатуре, и напечатаются в любом случае. Ну а дальше в текстовое поле мы выводим. Вначале десятичную цифру, потом 16-ти ричное число, дальше символ и перенос на новую строку. Итак, запускаем. Нажимаем OK и видим, 33-й у нас означает восклицательный знак. Это, конечно же, не все символы, которые имеются в таблице. Мы откроем пуск и выберем таблицу символов. Восклицательный знак имеет значение 0021. Как и у нас. То есть это 16-ти ричная запись числа. Если мы посмотрим на последнее число, F, E, F, C. Сейчас мы переведем это значение из 16-ти ричного в десятичную. В десятичной форме будет представлять из себя 65276. Именно столько символов находится в таблице символов. Если же мы хотим получить значение не только от 33-го до 126-го, но и любой другой символ из доступного диапазона, для этого мы сделаем следующее. Мы добавим на форму два нумератора и два ярлыка. Нумератор у нас находится в панели элементов Numeric Up, Down. Его преимущество в том, что туда можно записать только числа и никаких букв. Также здесь определяется верхняя и нижняя границы. И меняем свойства. Ярлыки оставляем без изменения. Первый у нас будет называться нам Min. Он будет отвечать за то, с какого символа мы начнем показывать нашу таблицу. Во втором нумераторе мы изменяем нам Max. Минимальное значение 2. И максимальное выставляем 65275. Добавляем еще две переменные, Min и Max. Минимальное число у нас будет являться значением нумератора Min. А вот с максимальным мы будем делать проверку. Если минимальное меньше, чем максимальное, тогда максимальное будет равняться значению из нумератора Max. Если же это не так, то максимальное будет у нас равно значению нумератора Min плюс единица, чтобы они хотя бы на единицу отличались. А также значение нумератора Max изменим на это значение Max. Очищаем текстовое поле и переходим к циклу. Сюда мы вводим уже значения минимума и максимума, которые задали в нумераторе. Ну а дальше здесь без изменений. Выводим те значения из промежутка, которые мы выбрали. Итак, как мы видим от 1 до 2. Вот 1, 2. Ну давайте этот промежуток сделаем, предположим, 34000 до 34100. Нажимаем ОК. И как мы видим, у нас появились китайские иероглифы. Вначале идет десятичная запись, потом шестнадцатиричная запись. И в конце сам символ. Если же мы выбьем 44, и здесь, и здесь. У нас появились значки, которые мы не можем этим шрифтом отобразить. Дальше у нас идет, скорее всего, корейский. Выберем здесь 65000. А здесь оставим 44. Нажмем ОК. Как мы видим, наша проверка сделала из 44000 65 плюс 1. То есть все сработало. В этой программе мы познакомились с тем, как использовать спецсимволы. Надеюсь, это видео было интересным и полезным. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok